Здравствуйте! Это марафон морской пехоты в Украине. Человек, который занимается реабитацией и социализацией раненых ветеранов АТО, Владимир Гаврилов. Слава Украине! Героям слава! И кроме славы Украины, вот еще то, что благодаря вам. Я вот по этому поводу хотела у вас спросить, но прежде хочу поблагодарить вас за вашу службу и за то, что вы делаете. И спросить, как вы относитесь к тому, что законодательно уже изменили вот то старое приветствие, здравия желаю, на слава Украине, героям слава. Вот, ну, может где-то в рамках декоммунизации и не только. Вот такие символы, такие моменты. О чем они для вас? Ну, это результат тех событий, которые были у нас последние четыре года. Война, она подняла эмоции у всех. И у общества, и у военных. И появились эти слова, как слава Украине, героям славы и много других лозунгов, которые до войны, возможно, воспринимались бы как-то по-другому. Но потому что люди прошли через кровь, страдания и большие вызовы, эти фразы вошли уже в часть быта и жизни людей, до того, как они были приняты в вооруженных силах, как уже элементы приветствия. Это неизбежность. Я даже не хочу ничего говорить, необходимость или нет. Это неизбежность, к которой мы просто подошли. А вот если о вас говорить, сколько времени, сколько лет вы отдали военной службе, расскажите немножко о том, где вы служили, о своем опыте немножко. И помните ли вы тот момент, когда вы давали присягу на верность Украине? Как это происходило? Ну, я офицером стал вооруженных сил Советского Союза. Моя карьера началась в противовоздушной обороне как офицер. Я был в зенитно-ракетной бригаде в свои первые годы на границе с Турцией. И мы охраняли простор воздушный южного фланга от самолетов НАТО. И тогда это была одна ситуация. Позже, после окончания Академии противовоздушной обороны в Киеве, и я остался там преподавать, и произошел развал Советского Союза. И тогда фактически у нас начали создаваться вооруженные силы Украины. Стал вопрос о присяге. Тогда этот вопрос был очень чувствительный, потому что независимость Украина получила как результат развала Советского Союза, а не как результат какой-то внутренней такого движения или борьбы. Соответственно, и восприятие у военных особенностей присяги в тот момент было такое специфическое. Ну, правда, договорились тогда Республики Советского Союза о разделе вооруженных сил, о разрешении перехода граждан той или иной республики назад к себе из дальних гарнизонов. Все это заняло какое-то время, но в конце концов присяга была принята большинством офицеров, которые остались в Украине, которые подошли. Я тоже принял присягу на верность Украине и служил, и продолжал служить долгие годы именно под этой своей присягой. Да, потом так получилось, что мне было предложено быть в первой группе военных атташе для открытия первых наших офисов военных атташе за рубежом. Я был в первой группе, которая была отправлена в Вашингтон в 1994 году. Там уже был наш атташе по вопросам обороны. Игорь Смешко, известный по-дальшим человек. Ну, а мы была небольшая группа помощников, которые помогали тогда заниматься ядерным разоружением Украины. Мы это тогда успешно провели. Потом я работал в различных регионах, в том числе на Балканах, миротворческие контингенты. Был атташе по вопросам обороны в Лондоне. Был два года атташе по вопросам обороны в Румынии. Но поскольку Вы уже вспомнили о Вашей работе в Штатах, я бы хотела, чтобы Вы как специалист с опытом оценили уровень той поддержки, той помощи, которую Штаты предоставляют сейчас Украине. Насколько, по Вашему мнению, достаточной является эта поддержка? Или, может, еще что-то можно было бы сделать для того, чтобы нам как можно быстрее удалось победить российского агрессора? Америка прошла сложный период в оценке того, что у нас происходит. И в 2014-2015 году, когда мы были в середине наших проблем, руководство Америки, президент Обама, они еще просто думали и сомневались, что делать. И они, особенно некоторые люди в администрации президента Обамы, они постоянно делали стоп для будь каких идей передачи боевого вооружения, так называемого летального вооружения для нас. Это был непростой процесс убедить американское общество и американское руководство в том, что мы серьезно намерены защищать свою страну. Реальные поставки вооружения, какие-то небольшие, начались, в принципе, уже в 2016 году, когда для нас оно не было, возможно, настолько критичным. Определенную роль сыграло, конечно, то, что произошли первые выборы в Америке, и пришел новый президент, новый расклад, усилились позиции Конгресса, и сформировалось более-менее устойчивое понимание, что Украина действительно способна и хочет защитить себя, и что ей нужно помогать, и что оружие, которое нужно для Украины, оно будет в надежных руках, и оно будет правильно использовано. И самое главное было уже всем понятно роль и место России во всем этом. Уже было видно, что Россия там, на востоке, аннексия Крыма, было видно уже сирийские вопросы. И для нас сейчас, на сегодняшний день, вопрос поставки вооружения именно со стороны Америки в основном упирается в нашу готовность здесь это вооружение принять, правильно его сохранять, правильно применять. И самое главное, правильно проводить реформу вооруженных сил, с тем, чтобы мы соответствовали тем стандартам НАТО, которых мы хотим. И тогда ограничений по поставкам нам чего и вся практически не существует. Тобто мы должны сейчас работать над собой, над теми с нашими внутренними вопросами, проблемами, реформами, с тем, чтобы просто быть в готовности принимать все это вооружение. Мы в постоянном диалоге с американской стороной, с администрацией, с Конгрессом. Нам постоянно указывают на те проблемные вопросы, которые есть. Не всегда об этом, может быть, громко говорят, но корректно все это регулируется. Все только на нашей стороне. Та сторона сегодня готова нам помочь. Вот по поводу реформы сразу вы сказали, не могу не спросить, как вы оцениваете реформу и военную реформу, которая проводится в Украине. И, собственно, все-таки с 2014 года, с момента, когда началась война, трансформация украинской армии произошла. Но достаточная ли трансформация? Вы, как человек военный, наблюдаете за процессами. Некоторые моменты, которые мы, люди не военные, не видим, не наблюдаем, от вас этого не скрыть. Что по этому поводу скажете? Армия прошла большую трансформацию с 2014 года. Я бы сказал не трансформацию, фактически было построено, но создание армии началось. Основное достижение – это то, что у нас появились люди, особенно в нижнем и среднем звене, которые прошли войну, которые имеют опыт и имеют мотивацию. У нас появилась уже мотивация, в том числе и очень большая в обществе, что нужно армию поддерживать. Основная проблема на сегодня, это мое мнение о том, что у нас остаются проблемы с руководством в вооруженных силах, а именно в компетентности, ответственности и готовности проводить глубокие реформы. Потому что есть планы, есть определенные стратегии, оно все прописано, согласовано с союзниками, но оно часто упирается в менталитет определенных людей, еще которые сохранились у нас, менталитет старой советской школы, которая, в общем-то, немножко противоречит концепции НАТО. И все тут упирается в основном в конкретных людей, которыми надо какое-то решение принимать. Поэтому сейчас, допустим, идут очень большие у нас программы по подготовке наших офицеров за рубежом. Я просто знаю, это на примере Соединенных Штатов Америки. Нам каждый год выделяют большое количество мест в военных академиях и центрах США для обучения наших офицеров. И много участников АТО мы направляли туда и продолжаем направлять успешных командиров и специалистов для того, чтобы они получили уже опыт и понимание стратегии, тактики современной войны, как это делается в странах НАТО. И потом по возвращении, по идее, они должны были быть в центре этих реформ. Но тут получается у нас проблема. Многие ребята, я вынужден это признать, по возвращению еще не нашли в себе применения, так как они могли бы это сделать. Они упираются пока еще в неготовность каких-то там структур, групп, отойти в сторону и дать им место. И про это надо говорить, и про это надо указывать, потому что люди у нас очень сильные есть, просто их нужно правильно использовать. И это все возможно сделать. Это только, я так понимаю, вопрос времени, да, вот ротация кадров старых на новые, потому что, ну, тоже, я так понимаю, вопрос времени, то, что в украинской конституции будет записан неизменный курс Украины в НАТО и Европейский Союз, и тогда не будет другого выхода, как, собственно, чтобы все соответствовало стандартам Альянса. Нет? Вы улыбаетесь. Вы знаете, я просто, да, мы можем ждать, когда одно поколение отомрет и придет свежее. Это можно ждать, но мы в состоянии конфликта, когда можно делать многие вещи очень быстро. И общество с самого начала конфликта было настроено на очень большие и резкие реформы. Я хочу только один пример привести, может быть, он не всем там будет приятный. Как проводилось реформирование вооруженных сил Чешской Республики в тот момент, когда они вступали в НАТО. Для того, чтобы вступить в НАТО, им было предложено там тоже провести определенное реформирование. И школа чешских вооруженных сил на тот момент была, это советская школа. И они сделали просто простой, ну, к примеру, такой прием или тест. Они объявили, что руководство новых вооруженных сил Чешской Республики, будущее, или ключевые позиции там, должны занимать люди, которые владеют английским языком. И они дали один год всему действующему руководству на изучение английского языка. Они дали возможность это сделать через серию курсов как на территории страны, так и в других странах. Через год они провели тестирование этих людей. Большая часть не справилась с тестом и была уволена. Та часть, которая еще показала признаки прогресса, им был дан дополнительное время на изучение языка. Признаки прогресса, хорошо. Да, и они фактически в течение полутора лет обновили полностью руководство своих вооруженных сил, особенно по линии Министерства обороны. И реформы в Чешской Республике произошли быстро, почти мгновенно. Все упирается в людей, которые... Я не говорю, что человек, выучивший английский язык, он сразу начинает быть разумным, умным и что-то правильно делать. Но это один из элементов... Полоискачеств просто. Это один из элементов, необходимых для того, чтобы они могли впитывать знания, которые существуют в странах НАТО, куда они все стремились и куда мы тоже стремимся. И я, допустим, очень позитивно отмечаю по опыту работы в Соединенных Штатах в грузинскую сторону. Грузинское Министерство обороны и Генеральный штаб, делегации, приезжают в Соединенные Штаты без переводчиков. У них нет переводчиков. Они все говорят. От министра обороны до начальника генерального штаба, оперативных управлений, дивизий, бригад. Все говорят английским языком. Они их всех отправляли куда-то. Я присутствовал на церемонии выпуска Академии Сухопутных войск США, где обучался полковник грузинских вооруженных сил. На выпуск приехала министра обороны Грузии. И она тут же объявила, что он назначается начальником военной разведки Грузии. По результатам выпуска. Он был один из лучших. Ну, собственно, вы ответили на последний мой вопрос по поводу того, что самое важное для победы в войне Украины, России с Украиной. Это оружие, информационная война, пропаганда или люди. И я на самом деле поняла, что люди, в частности, и такие люди, как вы, которые сейчас уже об этом не успеваем уже сказать, но занимаетесь социализацией, реабилитацией тех, кто отдал свое здоровье, защищая территориальную целостность Украины и суверенитет. И вот сегодня, 14 октября, в День защитника Украины, я хочу на весь мир, потому что нас видят во всем мире зрители, поблагодарить вас за то, что вы сделали и продолжаете делать, поблагодарить каждого бойца, который что-то сделал или продолжает делать для нашей свободы и независимости. И сейчас сказать слава Украине с абсолютной уверенностью в том, что когда-то мы с вами в этой студии очень скоро встретимся и будем уже с другими смыслами говорить о том, о чем мы говорим, потому что война на Украинском Востоке уже закончится. Слава Украине! Героям слава! Дрителям, я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был генерал-майор запаса вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов. А я, Христина Астей, с вами прощаюсь, но вы же оставайтесь в СейТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине.